Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. И сегодня мы рассмотрим такой вопрос. Есть ли ошибка в описании случая с сотником? Мы будем рассматривать Евангелие от Матфея 8.5 и сравнивать этот текст с Евангелием от Луки 7.3. Читаем Матфея 8.5. «Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его?» Здесь мы видим, что как бы сам сотник подходит к Иисусу Христу. Это же событие описывается в Евангелии от Луки 7.3. «Услышав об Иисусе, он, то есть сотник, послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его». То есть здесь сложность. У Матфея говорится о том, что подошел сотник и просил его, то есть Христа, а у Луки сказано, что с самого начала он, сотник, послал к нему иудейских старейшин просить его, то есть Христа, чтобы пришел исцелить слугу его. Я смотрел разные объяснения. Мне очень понравилось объяснение блаженного Августина. Я зачитаю его. «Если дело состояло именно так, то каким образом будет истинным сообщение Матфея, если сам сотник не подходил, а послал друзей?» Мы поймем это, если тщательно вдумаемся, не использовал ли Матфей просто особый оборот речи. Ведь мы сами часто говорим, что надо найти подход. Не в смысле непосредственно пойти, да и проходимцы, отнюдь не путешественники. Если получение желаемого возможно при посредстве третьих лиц, то ходатайство тем более может совершаться через других. Поэтому нет ничего несообразного в том, что Матфей пожелал выразиться по возможности кратко, не объясняя, что сотник действует через старейшин. Хотя приближение сотника к Господу совершалось не непосредственно, а через его друзей, сверх того необходимо также обратить внимание на возвышенность таинственной речи Евангелиста, соответственно написанному в Псалме. «Те, кто обращал взор к нему, те просвещались». А в тот момент, когда сотник посылает людей хлопотать за него, он как бы с надеждой взирает на Христа. Поэтому сам Иисус похвалил веру сотника, с которой тот приступил к нему через других людей. «Так что сказал, и в Израиле не нашел я такой веры». Мудрый евангелист предпочел сказать, что он сам приступил к Иисусу, то есть проявив такую веру, надежду, а не те, через которых он выразил свою просьбу. А затем Лука для того раскрыл, каким образом все это произошло, чтобы нам было побуждение из этого уразуметь, как именно приступил к нему сотник. О чем говорит и другой, который не может лгать. «Ведь и та женщина, которая страдала кровотечием», – продолжает блаженный Августин, – «хотя и держала только края его одежды, однако более коснулась Господа, чем те толпы, которые теснили его. Так что кто более верует, тот более и касается Господа». Так и сотник, чем более веровал, тем более приступил к Господу. «А относительно прочего, что в этой голове один пропустил, а другой сказал, то здесь, если следовать известному правилу, прежде нами уже предложенному, не находится ничего, что было бы противоречиво». Конец цитаты блаженного Августина. Я думаю, это настолько исчерпывающее объяснение, что здесь, как говорится, ничего не прибавишь. Берегите себя, друзья. Подписывайтесь на библейский портал «Экзагет», чтобы вовремя получить информацию о новых беседах. С Богом!